Так, а че там у Махнов? О, у Махнова точнее. И мы выясняем, что такое на самом деле безумие. Он дудит в огромную африканскую трубу. Сивилла-предсказательница предсказывает будущее России. Тени не хочу, засмейся не могу, значит кровище и пух. Что еще нужно детям? Но это другое. Привет, Глеб. Привет. Я смотрю, ты сегодня во всей красе и во все оружие. Командовать парадом буду я. О чем, собственно говоря, речь? К сожалению, об Остапе Бендере, но не том Бендере, к которому мы все привыкли. А мы будем говорить сегодня о продолжении эпопеи режиссера Зайцева. О втором фильме, посвященном Остапу Бендеру, который вовсе не Остап Бендер. Он называется «Золото империи». И сегодня мы будем его обозревать по многочисленным, к сожалению, запросам наших зрителей. Да, к сожалению, наши зрители, а может быть к радости, они прямо настаивали на том, что надо сходить, Глеб. Надо. Ну, раз надо, так надо. Но могу сказать, что в этот раз я попал на вечерний сеанс. И в этот раз я сидел опять один в зале. Как так-то? А вот так не ходит народ на этот фильм. И слава богу. Может быть, мы сейчас расскажем про второй фильм, и на второй и третий тоже народ не пойдёт. Ну, про третий фильм подумаем, стоит ли или нет. Но судя по тому конспекту, который ты мне прислал, мне уже жутко страшно. Ну, тебе-то страшно тут, так сказать, дистанционно, а мне пришлось самое гущее, опять-таки нырять, опять-таки винегрет. Но на этот раз винегрет был с грибами, говорю, циногенными. Даже настолько? Очень ядрёный бред, очень ядрёный. Сейчас будем по ходу говорить, и зрители поймут, что я был прав. Давай я расскажу, как это всё было. И, ну, наверное, для некоторых, тех, кто любит играть в компьютерные игры, должно по ходу моего рассказа сцена возникать из популярной игрушки Far Cry 3, где один из персонажей говорит, знаешь, что такое безумие? Безумие – это фильм про Бендера «Золото империи». Там очень много безумных моментов, ну, давай по порядку. Итак, начинается фильм, помнишь, когда мы про первый фильм говорили, мы выяснили, что красные в представлении киношников – это очень тормознутая сила. Ну, там не только красные были, но и белые тоже тормознутые. Ну, красные особенно, потому что они в 19-м году вешают, а точнее, только меняют лозунг «все на борьбу с Корниловым», заменяют его на Колчака. В этот раз они какие-то ещё более странные люди, потому что лозунг на каком-то московском здании висит «все на борьбу с Корниловым и Колчаком». Ну, Корнилов воскрес. Мы, кстати, помнишь, говорили про белогвардийскую зомби-историю. Ты не хочешь служить Корнилову – бац, теперь ты будешь ему служить. Корнилов-то тогда уже как полтора года был в могиле, но тут-то, наверное, красные просекли про зомби-технологию белогвардейцев. Поэтому лозунг «все на борьбу с Корниловым и Колчаком» летом 1919 года. Ну, зря ты тогда их тормозами называешь, они наоборот всё прекрасно понимали. Да, кстати, всё понимает прекрасный Троцкий, который очень, скажем так, лебезит и оправдывается перед Хаммером. Жезл-то Румянцева-Занунаевского потерян. И Хаммер, находясь где-то за пределами России по международному, даже международному телефону. Конечно, в Царской России в 1899 году был первый междугородний разговор. Но представить, что в 1919 году в Советской России проведён секретный телефон куда-то в Америку или в Азию, потому что Хаммеры ублажают какие-то восточные проститутки. Странно. Ну, это всё возможно, это же большевики. Погоди, Глеб, то есть, получается, у нас страна в Огненном кольце, и в это время большевики чудесным образом сумели создать межконтинентальную связь телефонную? Да, первый в истории межпланетный шахматный турнир между Троцким и Хаммером. Кстати, что самое интересное, Хаммер хамит Троцкому, говорят, что вы потеряли жезл, сделка аннулирована. Вспоминаем исторического Хаммера. Во-первых, он гораздо позже связался с советской властью. Во-вторых, если бы он так хамил Троцкому и срывал поставки оружия в воюющую страну, в 20-е, 30-е и позже года никаких бы ему торговых поручений советская власть бы и просто не давала. Ну, а зачем такие мелочи? В общем, Хаммер говорит Троцкому, что никакого тебе оружия не будет, и жезл я найду сам. И для этого он нанимает какую-то мега-супер-пупер-бандитку. Непонятно, откуда она взялась, непонятно как. Я, может быть, пропустил, я имя её не услышал. Но потом выясняется, что эта бандитка связана, угадайте, с кем? Внезапно с Бендером. Именно. То есть, всё вокруг Бендера. Папы. Я напоминаю, что там всё про папу, а не про сына. В общем, Хаммер швыряет трубку, и Троцкий говорит, так расстроен, что судьба революции вся крутится вокруг жезла. И вокруг жезла сценариста, по-моему, крутится весь сценарий. Да, кстати, про жезл я пошутил, может быть, смешнее, чем потом пошутили сценаристы. Сейчас мы к этому доберёмся. Нам, кстати, ещё дают небольшую ретроспективу. Буквально там минута она длится. Прошлый фильм закончился тем, что Ося и его папа Бендер хватают ящик, думая, что там жезл. А жезла там не оказывается. И там показывают сцену, что Ося открывает эту шкатулку, а Бендер на него замахивается камнем. Хочет его то ли убить, то ли оглушить. То есть, продолжение следует. И продолжение происходит. Кадр меняется. На берегу некий комиссар бреет голову и получает задание от Троцкого найти жезл. Он отправляется, очевидно, в Москву и находит того самого курьера, которого убили в первом фильме. Помнишь, я рассказывал, когда жезл с курьером отправлялся куда-то в Южноморск. На него, на этот поезд напали махновцы. И этого несчастного курьера просто изрешетили пулями. Да-да, помню. Только вопрос. А что это за комиссар? Сейчас мы к этому подойдем. Давай про курьера вначале. Так вот, курьера, которого просто изрешетили пулями, у него одно пулевое ранение оказалось в руку. Все остальное зажило. По виду это скорее евреи. Мы знаем, на евреях все заживает, очевидно, в представлении сценаристов. Возможно. В общем, к нему приходит этот самый комиссар с бритой головой. Хватает его и на высказывание медсестры, что он еще слаб, он зловеще говорит, заикаясь. Его лечат в Кремлевской больнице. Он, кстати, заикается. Как и полагается командиру. В общем, этого несчастного курьера сажают на кресло, каталку и куда-то везут. И тут появляется медсестра, которая внезапно выхватывает два Маузера. Знаете, это отсылка, по-моему, убить Билла с этой медсестрой, которая шла убивать главную героиню. Возможно. В общем, она выхватывает два Маузера и по-македонски начинает отстреливать чекистов одного за другим. Комиссар, который заикается, выхватывает наган, начинает стрелять в нее. Но стреляет он в нее с таким видом, что он ее очень хочет. Чуть ли не облизывается. И в итоге остаются три живых человека в коридоре. Этот комиссар, бандитка в костюме медсестры и несчастный курьер. Погоди, а у медсестры случаем глаз не был там повязкой перекрыт? Не был. Надо было повязку, серпом и молотом. Но сценаристам все-таки, им еще предстоит отточить свое мастерство в третьем и четвертом фильме. Но мы, как обычно, подсказываем им. Возможно. То есть, мы не свидетели, мы соучастники. Возможно. Так вот, остается медсестра, остается этот комиссар заикающийся, который говорит, не хочу вас убивать. На что он говорит, не бойся, я тебя убью. А потом выясняется, что комиссар знал Бендера. И Бендер его в 1905 году кинул во время грабежа какого-то банка. И он соблазнил молодую эту самую бандитку и тоже ее кинул. И они желают объединиться против Бендера. А так как этой бандитке Хаммер, давайте так логику устраивать, дал задание найти Жезл, она спрашивает комиссара, где Жезл? И комиссар говорит, мой. Да, ну смешно, смешно. И когда они решают объединиться, комиссар что-то там говорит, что я сейчас брошу свою советскую власть и буду помогать тебе искать этот Жезл. Она говорит, уже лучше, Котовский. Это же настоящий герой. Нельзя его в этот фильм. Как они могли? Легко. Какой кошмар. Я не хочу это писать. Я не хочу. Кстати, по поводу бандитки совсем забыл. Она нанята Хаммером, поскольку она какой-то супер-пупи-профессионал, какой-то хитмен и Бильбо Беггинс в одном флаконе. То есть, она может найти этот Жезл. И кадры, вот как она едет в Москву, очевидно. Она едет с каким-то молодым красноармейцем в купе. И красноармейец решает ей помочь. Он берет ее чемодан с верхней полки и достает. И вот эта профессионалша умудряется чемодан этот не закрыть. И из него вываливается лимонка, несколько пистолетов и так далее. Красноармейец удивляется. И профессионалша ему сворачивает шею красноармейцу, который едет в Москву. Наверное, она потом после этого съедает, очевидно. Но это остается за кадром. То есть, такой вот прекрасный профессионал. Внезапно Осию Бендера одновременно разыскивают в Москве и в Южноморске. В Москве их разыскивают как преступников против советской власти. А в Южноморске, которые, я напомню, внезапно тоже захватывают белогвардейцы, их разыскивают как красных агентов. И везде висят их очень качественно выполненные фотороботы, можно так сказать. Везде их ищут. То есть, их ищут и белые, и красные. И кадр внезапно опять же меняется. И мы оказываемся в стане Махно. Поскольку выясняется, что гроб, в котором находится Жезл, один из гробов Безенчука, внезапно реквизирует Нестор Иванович Махно. А зачем? Сейчас мы к этому дойдем. Вот, кстати, многие поправляли меня, что я якобы не знаю, кто такой Феодосий Щусь, который действительно экстравагантно одевался. У него действительно на некоторых фотографиях была одновременно и бескозырка матроска, и гусарский мундир. Хорошо, я акценты расставлю. В первом фильме, когда этот самый Щусь, прообраз Щуся, врывался в вагон, дело было не в том, что он одет в бескозырку и в гусарский мундир, а то, что на нем было огромное количество медалек, и чуть ли не медалек ГТО какая-то была, значок, что не соответствует реальности. А также путешествующий во времени автомат. Да, из 1940 года, который отправляется в 1919. Абсолютно верно. В общем, этот Щусь реквизирует гроб Безинчука и привозит его к батьке. Батька, я подарок принес. И мы выясняем, что такое на самом деле безумие. Ой, у Махно смесь цирка, цыганского табора и апокалипсиса сегодня. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Итак, Щусь привозит гроб, вот как раз в стан махновцев, и там кто в чем. Ну, конечно, образ махновской армии, мы знаем в советских фильмах, демонстрировался как вот такой вот сброд. Мы когда говорили о фильме «Неуловимый мститель», мы как раз показали, что это такой вот культурный как бы пласт, что вот красноармейцы, они все в форме, они дисциплинированные, а вот махновцы, они все кто в чем, недисциплинированные и так далее. На самом деле у Махно дисциплины и формы было не хуже и не лучше, чем в других контингентах белых-красных того конфликта. Но здесь что мы видим? Какие-то пестрые рубашки. Какой-то панк из 90-х годов с заклепками на кожанке. Да, такое тоже есть. Какие-то бабы, которые очень мило, они в таких сарафанах, занимаются чисто русским занятием, они кисточками расписывают черепа. Кстати, там кругом черепа воткнуты на колья, ленточки их обивают. То есть, мы видим действительно такой индийский махновский табор. Под хохлому, надеюсь, расписывают? По-моему, кжель. Какой ужас. Ну, вот хохлома – это было бы еще приемлемо, но кжель – это перебор. Надо поговорить с сценаристами. В это время Махно занимается типичным занятием, характерным для Малороссии периода гражданской войны. Он дудит в огромную африканскую трубу. Это характерно для малороссийских крестьян начала 20 века. Сало, горилка и африканская труба. В общем, он дудит, думает о своем. Кстати, Махно играет деревянку. Тот самый, который играл Махно в сериале «Девять жизни Нестора Махно». Внешне похож, по типажу и характеру это совершенно другой персонаж. В общем, ты спрашивал, зачем ему нужен гроб? А гроб ему нужен для того, чтобы в нем спать, как в гамаке. То есть, ему привезли гроб, он обрадовался, похвалил щуся. Гроб повесили, по-моему, на четырех веревках, и он в нем, значит, раскачивается. А почему он раскачивается? Потому что Махно мечтает о чем, как ты думаешь? Ну, раз Нестор Махно. Ну, наверное, о смерти. Совершенно. Ну, конечно. Какая-то монархия, революция. Красиво умереть вместе со своими соратниками. А почему? Ну, наверное, потому что на одном из флагов, гуляя поля, череп с костями. Логично. Логично. Ну, с другой стороны, тут второй вариант. Он должен думать о том, как мечтать о том, как грабить галеоны и как пускать на дно фрегаты. Но тут, наверное, решили, что он думает о смерти. И он не просто думает о смерти. Он еще, как сивилла-предсказательница, предсказывает будущее России. Например, когда Щусь спрашивает, а вот царя скинули, Ленина тоже скинут? На что Махно говорит, Ленин не царь, ну и его скинут. А кто? Свои скинут. Есть у них там такой грузин? То есть, он все предсказал. Все предсказал точно. Мы все знаем, что царя Ленина свергнул грузинский царь Сталина. Безусловно. Так оно и было. И Махно узнает, точнее, он лежит в гробу, покачивается, и что-то ему как-то так неуютно в этом гробу, щупает и достает из гроба жезл. Смотрит, это же скипетр. И логично предположить, что если в одном гробу Безинчука обнаружен скипетр, ну это на самом деле жезл, но неважно, то в двух оставшихся, которые находятся в Южноморске, что может находиться? Ну, видишь, ты не Махно, у тебя с логикой плохо. Обязательно находится держава и шапка Мономаха. Логично. И их надо взять. Зачем? Править? Нет. Красиво. А, красиво умереть? Да нет, просто красиво. А, это законченное было предложение. Это законченное было предложение. И когда Махно выясняет, что оставшиеся гробы находятся в лавке Сиголовича, и Сиголович должен выдать свою дочку за Мишку и Пончика, который умер, но он не умер. И будет свадьба. И надо Махно ехать на эту свадьбу и забирать два гроба, в которых шапка Мономаха и жезл. И пока они едут в город, где-то самый Южный морг, кстати, тоже Махно, это же, по сути, он контролировал в свое время чуть ли не половину Украины. Он едет, там, по-моему, отряд у него 10 человек. Любопытно. Ну, ладно. Ищусь во время этой дороги, спрашивает его, а вот что ты так одержим смертью? А он говорит, ну вот у меня дед умер от пьянства, отец, прадед, а нет, чтоб их тигр загрыз. Вот это красиво. Главное, это красиво умереть. Ну, это вполне себе характерно для Нестора Ивановича Махно. Ведь мы его знаем как кого? Как теоретика смерти. Правильно? Ну, черные, черепы, кости. Логично. Кстати, Нестор Иванович Махно неплохо рубит в политэкономии. Он, например, объясняет, что из себя представляет Россия, и почему он воюет против всех и против нее. Потому, что он воюет против всех, и Россия потом будет одна, и против нее будет весь мир, и она дура. Вот это политэкономическое обоснование революции и развития дальнейшей советской истории в устах вот этого самого Махно. Но тут, Глеб, я тебе скажу, что ты ничего не понимаешь. Все же логично. Он воюет против всех, а потом Россия будет против всех. Все логика. Логично. Ну, ничего, что мы на какой-то, допустим, сорок пятый год имели в союзниках чуть ли не треть мира. Это не то. Это не то. Против всех. Против всех. Хорошо. Но это другое. Да. Так вот. Почему Мишка-то и Пончик жив оказался? Вернемся. Красивый кадр. Сеголович, Соню, в которую влюблен Ося, которой внезапно, потом выясняется, ее не любят. В общем, ей дают задание готовь своего жениха к похоронам. Миша-япончик лежит на столе в покойницкой, рядом с Соней. А я напоминаю, что в прошлом фильме Соня работала гримером в бюро похоронных услуг своего папы. В общем, она отворачивается в это время, как в лучших традициях хоррора. Внезапно Миша-япончик поднимается. Соня оборачивается, падает в обморок от слов Миши-япончика. Это я, любимая. Тут пауза. Пауза. Да. Что-нибудь скажешь? Нет. Кстати, он воскресает Миша-япончик под мистическую музыку, которая сменяется веселой музыкой, потому что надо же срочно к свадьбе готовиться. Кстати, Миша-япончикам уж в голову прилетела пуля. Как-то она там пролетела мимо мозгов его. Очевидно, тот япончик из фильма их не имел. Кстати, он и память потерял от этого выстрела. И его подручно беседуют с доктором и спрашивают, а что дальше? И доктор пытается шутить. Он говорит, что Миша-япончикам прописан душ Шарко и прописано ему уклоняться от пуль. Кстати, вам тоже говорит доктор. Это была шутка. А это не отсылка к чему-то? Я не знаю. Может быть, это отсылка к фильму Человек с бульвара Капюцинов, когда тоже там был один персонаж, доктор, второстепенный, который говорит, Мисс Харпул, пожалуйста, пять капель до стрельбы, а не после. До стрельбы. Ну, какая-то странная отсылка. В общем, это была шутка. Я напоминаю, что мы смотрим авантюрную комедию. Но, насколько я понимаю, это как раз вторая шутка. Да, это вторая шутка. Кстати, мы же забыли, мы же смотрим про Остапа. Внезапно Ося и его отец Бендер появляются, в прошлый раз помним, как они пытались изобразить кавказцев, на этом разжигание розни не заканчивается, они пытаются изобразить евреев. Причем, евреев религиозных. То есть, с пейсами, в шляпах, которые идут на свадьбу Миши и Пончика. Цель у них какая? Выкрасть из гроба жезл. А для этого надо попросить ключ от покойницкой, где лежат гробы, у Сони. Иосиф говорит, что он, наверное, Соню не любит. Что его папа Бендер говорит, неважно, для дела, ну, надо. Иосиф внезапно любит Соню и идет к ней. А Соня в это время готовится выйти замуж за ненавистного ей, совершенно мерзкого Мишку и Пончика. Который очень, кстати, хорошо актер играет. Он играет такого сального, жестокого, такого мерзенького гангстера с украинским колоритом. Но это не Миша и Пончик, конечно. Совершенно. Мы в первом видео говорили, кто такой был Миша Винницкий, Михаил Винницкий. И почему эту фигуру нельзя вот так снимать. Это очень сложная, противоречивая и интересная фигура. И делать из него дурачка снимайте просто про какого-то гангстера. Нет, надо лезть обязательно в исторические персоны. Ну, ладно, а к этому мы еще вернемся. А, еще одна шутка. Осик говорит, что я Остап, вы не Остап, вы Остаоп. Кто-кто? Остаоп. То есть, не Осталоп, а Остоп. Да, это был Каламбур. Смешно? Очень. Безумно. Я тоже чуть не упал с кресла. Ну, благо, я сидел один в зале, никого не задел. Так вот, Миша хочет Соню. Соня хочет Осю и не хочет Мишу. Родители Сони хотят заполучить Мишу как крышу. И вот в такой сложном многоугольнике происходит следующая сцена. Родители упрашивают Соню, чтобы она согласилась выйти за Мишу. А Миша говорит, что пока он Соню не получит, он со двора не уйдет. И так как к свадьбе готово все, стоят столы, пришли гости, начинается пьянство. И Ося по подсказке Бендера пытается найти ключ. А ключ оказывается не у Сони, а у матери ее, которая перебрала со спиртным и валяется в какой-то комнате. В общем, Бендер дает задание, ты должен признаться в любви маме, чтобы забрать у нее ключ. А это точно отсылка к фильму? Любому порнографическому фильму. Ося начинает целовать ее с тем, чтобы всосать в себя ключ на цепочке, которые у нее, это отсылка к тому самому антиристу Сайвину, который, помнишь, я рассказывал в прошлом фильме, у дам до революции из перстней во время поцелуя выхватывал бриллианты. Что-то мне подсказывает, они смотрели наш прошлый обзор. Возможно, не знаю. в общем, он целует ее, в поцелуи захватывает этот ключ, она просыпается, он говорит, я вас люблю, начинается какое-то там шоу, и в это время, а, еще мать говорит, нет, я не могу с вами, нет, могу, нет, не могу, нет, могу, и вот это тени, не хочу, засмейся, не могу, значит, заходит во время этого Соня, возникает скандал, и в это время происходит форменная вакханалия, потому что гости на свадьбе начинают там танцевать, пьянствовать, я, кстати, видел в костюме еврея одесского, какого-то мулата, ну, мы все знаем, что Одесса, с нее Южноморской писали, это вообще такой очень интернациональный город, там даже были специальные эфиопские евреи-фалаша, и вот один из этих фалаша, значит, там танцует со всеми, и Осия хватает ключ в эту кутюрьму, пытается пролезть, начинает танцевать, Осия и Бендер в отвратительном танце начинают бороться за ключ, Бендер отбирает ключ, а Соня, которая любит Осию, которая застукивает его с мамой, решает всем отомстить, и соглашается на то, чтобы выйти замуж за Мишу Япончика. И Миша Япончик, надо же момент не терять, хватает Бендера. Он его, кстати, не помнит, у него память отшибла, он забыл, что это те самые, на кого он свалил гибель своего отца Менделя. В общем, его принимают за Равина. Равин выпивает рюмку водки. Ну, все мы знаем, что евреи, особенно Равины, им просто положено пить алкогольные напитки, особенно водку. И после того, как он выпивает залпом рюмку водки, он начинает рыться в какой-то книге, ну, очевидно, это, скорее всего, Тора, и готовится к бракосочетанию. Кстати, в это время Бендер омерзительно дергается, точнее, не Бендер, конечно же, а безруков, изображая, скорее всего, тех хасидов, у которых во время молитвы раскачиваются. Выглядит это все крайне и убого, и мерзко. Ну, ладно, в общем, он пытается найти какую-то там специальную страницу для свадебной церемонии, не может найти, и Миша, япончик, озлобленно хватает свою опасную бритву, собирается его зарезать, но всех спасает Ося, который орет мазалтов, и все опять начинают танцевать. А при чем здесь мазалтов? При том, что они, наверное, евреи все. Логика где-нибудь есть? Или она уже умерла? Нет, логика, скорее всего, умерла, потому что Миша, подумав, что уже свадебная церемония закончена, хватает Соню, они бегут, точнее, Соня пытается убежать от него, забегает в комнату, они начинают дергать дверью, Миша оглушает Соню дверью, привязывает ее к кровати, начинает натуралистично срывать с нее одежду в слоумо, у нас это любят, и вот как в случае с баронессой, которая в ванне в первой части фильма соблазняет осью со словами «бедный мальчик», тут без всяких слов Миша Винницкий пытается свою невесту произвести соитие с ним, назовем так, и внезапно на свадьбу приезжает Махно, и Миша Винницкий вынужден застегнуть штаны и идти к нему навстречу, хотя затем застегнул штаны и тем не менее пошел навстречу. Но это уже уважение к зрителю. И к Махну. И к Махну. Безусловно. Махну поздравляет Мишу, кстати, как они друг друга знают, ну ладно, хорошо, отзывает Соголовича в сторону и говорит, слушай, я тут у тебя жезл нашел в гробу. У тебя еще гробы остались? Показывай. Миша замечает какие-то переговоры. А, я забыл сказать, перед тем, как прийти на свадьбу, махновцы сдают все свое оружие. То есть, они в какой-то ящик кладут и пистолеты, и револьверы, и винтовки. Именно так во время гражданской войны всегда и происходило. Я ведь правильно понимаю? Да, конечно, любой отряд, который шел через деревню и видел свадьбу, он сразу выкидывал все оружие, безусловно. Особенно отряд Махно, который действует на секунду в городе, где действуют белогвардейцы. Именно так тогда и поступали. Видишь, какая историчность, зерненая историчность. С уважением к первоисточникам. Безусловно. Ладно, едем дальше. Значит, так как Махно без оружия, он вертит этим жезлом перед лицом Соголовича. Миша Япончик, естественно, отбирает этот жезл. Ведь оружие-то у него и его парней есть, а у Махно оружия нет. Махно говорит Миша, что так дела не делаются, и надо жезл вернуть назад. Но Миша смеется, что вы сделаете, если у вас оружия нет? Я вот тут, так как я конспектировал и одновременно вот так вот дергал головой, то на экран, то в конспект, я что-то пропустил. Но учитывая, что Махно его подручное оружие сдали, откуда-то, я не знаю, из какого места, они вытащили пулеметы и пистолеты пулеметов. Я, извините, простите меня, я этот момент, из каких они закромов это вытащили, не увидел, врать не буду. Но они выхватывают пулеметы, пистолеты и просто-напросто кладут всю свадьбу. То есть, они кладут Мишу Япончика, его подручных, гостей, папу и маму Сони они кладут. Чудом не погибает Ося с Бендером. Жезл, Мишу Япончик убивают, жезл падает. Ося бежит к этому жезлу, хватает его, он пытается его взять, но Махно в стиле «Властелина колец», красиво, наступает ему сапогом на руку, выхватывает жезл и медленно бьет его по лицу и оглушает «Кинематографично». А, и в это время лежат трупы, 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 кровища, очевидно, там было задето несколько перин или подушек, падает пух. И это, наверное, отсылка тоже к «Убить Билла» в первой части, когда после кровавой схватки кровища, кругом, кровища и пух. Что еще нужно детям? 16+. Да, так вот, пух, как снег, падает на кровавленные тела. И махно забирает жезл и уезжает к себе. Занавес. Нет, еще не занавес, все только начинается. Что-то мало Оси и Бендера. Начинается какой-то опять странный спор, когда Бендер пытается Оси отослать к маме в Констанцию. Говоря о том, что ты живешь в мире розовых очков. Погоди секундочку, а они разве в курсе, куда уехала мама? Она же об этом не говорила. Нет, мама-то хотела вообще в Париж, но все знали, очевидно, прошло не так много времени, все знают, что мама пока что в Констанции находится. То есть, какой-то перевалочный пункт. Но дело не в этом. Мы же по первому фильму видели, что Оси это достаточно прожженный авантюрист и, в принципе, достаточно большой подонок. Он сколько там афер проводил, он как обманывал людей, как вот он одну любит, ну, прожженный тип. А Бендер ему говорит, что он живет в мире с розовыми очками и якобы верит всем. К чему это, зачем это, непонятно. В общем, Бендер пытается избавиться от Оси, но Оси говорит, нет, мы должны ехать к Махно. А Бендер говорит, ну, ты видел, что там это вообще-то Махно? Это просто убийца какой-то отмороженный. Нет, надо ехать и брать жезл. А, кстати, мамы больше нет. Мама появилась в Констанце. Она оказалась без средств к существованию, пытается устроиться какой-то служанкой, ей предлагают место в борделе. Ну, она отказывается, поскольку она благородная. И впоследствии, я немножко перескочу, она оказывается в тюрьме за то, что пытается украсть хлеб. И приходит в тюрьму содержательница борделя, это тоже какая-то линия, начинка на третью серию. И, значит, забирает из тюрьмы по соглашению с полицейскими румынскими девушек. И мама, это Осия, говорит, возьмите меня. Она говорит, нет, я потом зайду. Тут по законам, где она их взяла непонятно, ворам отрубают руки. И, знаете, однорукие проститутки тоже в цене, я попозже в общем зайду. В Румынии тогда, конечно, никаких таких законов не действовало, поскольку Румыния это не средневековая Турция. Ну ладно, вот еще такой кадр, что вот надо маму спасать и надо ехать к махну, очевидно. Истинный трагизм ситуации показан. Ну, нет, вообще-то ситуация трагическая, исполнение по мне так не очень трагическое. В общем, в это время Ося и Бендер идут по берегу моря в стан махно. И внезапно на берегу их останавливает бандитка и Котовский. Тот самый заикающийся сперматоксикозный Котовский. И они берут Бендера, вначале они берут Осю на мушку, то, что там они как-то разделились, говорят, где Бендер, говори. Он отказывается, говорит, он просто не знает, где Бендер. И Бендер, чтобы спасти Осю, появляется откуда-то из-за кустов, как рояль выкатывается. В общем, я к вашим услугам, господа. Начинается перепалка в стиле бандитов, кто кого когда кинул, кто кого соблазнил и так далее. В общем, у Котовского и Бандитки есть автомобиль, у Оси и Бендера есть информация, где жезл, что он умахнул. Но это отсылка к золотому теленку. Бензин ваша, идея наша. Ну, вот такое исполнение. Кстати, Бендер, узнав о том, что Котовский и Бандитка действуют вообще-то вместе, и они готовы в любой момент его убить и мечтают об этом, он выдает фразу весьма характерную для гражданской войны. Такая идиома была. Йоперный театр. Оригинально. Оригинально, да. В общем, они садятся на автомобиль, едут в лагерь Махно, но не доезжают, потому что глупый Котовский умудрился недозаправить машину, и она останавливается прямо посреди дороги. То есть, бензина они все-таки не предоставили. Не предоставили. И поэтому процентов у Оси и Бендера стало больше в последующем дележе добычи. Они, кстати, постоянно эти проценты делят, не знаю, может быть, когда сценарист отвлекался, какой-нибудь казначей этой съемочной группы дописывал сценарий, потому что там 20%, 30%, ну, возможно. Котовский. Образ Котовского и Махно. Вот я знаю, что у тебя твоя прабабушка, да? Да, да, моя прабабушка служила в отряде вместе с Котовским. Ходила даже такая легенда, что Котовский пожелал ей шубу со своего плеча. Ну, естественно, там разговор был не об этом. Но для меня это настоящий герой. Это история, история моей семьи. Жаль, что ты фильм не пошел смотреть. Так бы ты узнал, что Котовский был первым сперматоксикозник, второе заика. Ну, это характерно для таких деятелей, как Котовский. Команды давать заикам, все мы знаем, командирами надо назначать заик, потому что их команды особо четко отдаются. И, конечно, человек, которому плевать на советскую власть. Потому что, как только появляется какая-то бандитка и жезл, Котовский говорит, да ну нафиг эту советскую власть. Котовский внезапно из машины забирает огромный короб, который он за плечи себе помещает, с голубями. И никто не может понять для чего. А для чего же нужны голуби? Наверное, письма передавать? Да, в условиях гражданской войны это была самая надежная связь, об этом мы потом узнаем. А как же международная телефонная связь? Барахлила. Голуби не барахлили. Потом выясним, почему. В общем, наша компания идет в лагерь Махно. Вот ты высказал отношение Котовскому, у тебя семья с ним связана, у меня семья по материнской линии связана была с Махно, потому что часть моих предков пошла к нему, часть к красным, часть к Махно. И вот у меня точно такое же отношение к создателям фильма, которые показали Махно и Махно и Махно как они их показали. Вы представьте себе лагерь с вот этими цирковыми артистами, Махно, который направо-налево всех стреляет и мечтает о том, что все должны красиво умереть. В общем, они, наши герои, идут к лагерю, но в это время мы выясняем, что белогвардеец из первого фильма готовится, узнав о том, что Махно устроил резню на свадьбе, готовится сделать контратаку. И мне стало смешно. Махно не могли лучшие белые генералы поймать и уничтожить, а тут какой-то просто комендант города Южноморска, у которого-то и сил нет, тем не менее он решает идти на Махно. И надо сказать, что этот генерал действует на самом деле очень толково, потому что Махно представлен как военный тротек и тактик, как идиот, потому что лагерь он расположил в маленькой лощине, а вокруг высокие холмы, которые прекрасно скрывают местность, то есть к нему легко подойти. По этому поводу мы поговорим. Махно говорит такую речь своим товарищам, что мы раскроем объятия небесному огню, мы идем к солнцу, к свету, и главное красиво умереть. А, кстати, что самое интересное, лозунг у него вполне себе французский, на французском языке свобода, равенство, братство. Ну, просто южно-украинские крестьяне, они лучше знали французский, чем дворяне. Поэтому исключительно лозунги писали на французском языке, чтобы всем было понятно. Вот поперек лагеря висит такой лозунг белыми буквами на черном фоне. Как подступиться к Махно? Там же пулеметы, винтовки. Кстати, в это время Махно очевидно приводит каких-то белых с погонами в плен, и он говорит, а я вас отпускаю, по минному полю пройдете. Повезет, свободно, не повезет, не свободно. В общем, там уютное такое минное поле, где-то примерно 50 на 30 метров. Как оно выглядит? Значит, натыкано везде шесты, на шестах раскрашенные черепа, ленточки, и вот, значит, беляки идут по этому минному полю, наступают на мину, она взрывается, ну, и так далее. Вот. Как к нему подступиться? Кстати, помнишь, мы неоднократно возвращались к теме, что главная ударная сила и красных, и махновцев, это тачанка. Да. Там тоже есть эта тачанка, которая не тачанка. Тачанка, это мы знаем, рессорная повозка. Там просто пулемет на обычной телеге стоит. Это тачанка в исполнении наших любителей истории. В общем, Бендер, посовещавшись, принимает решение, что идти на пролом глупо. И надо как-то хитростью у Махно этот джазл получить. И угадай, какая будет хитрость, кем они себя представят, Бендер и его сын. Я даже гадать уже не хочу, какие-нибудь, не знаю, грузины были, евреи были, ну, давай, таджиков, наверное, попробуем. Это, наверное, следующая серия. Нет, пока французы, которые говорят на чистейшем русском языке, и которые изображают французских анархистов. Погоди, погоди, это у нас наконец-то в данном фильме неожиданно, как ты говоришь, внезапно начал создавать какую-то комбинацию. Да, но по сравнению с комбинациями Бендера реально, ну, Бендера, Ильфа и Петрова, ну, это уровня «Здрасте, я французский анархист, а мировой анархии нужен джазов, отдайте его». И надо сказать, что Махно говорит «А забирай, но ты должен показать, какой ты хороший анархист, и для этого твой товарищ, указывая на оси, должен пройти по минному полю». А как пройти по минному полю? Там же кругом мина, ты не знаешь, где наступишь, помрешь. И ося выкручивается из положения. Он обменивает свои штиблеты на сапоги и в этих сапогах шагает по минному полю. И, естественно, в какой-то момент наступает на мину. Кстати, таких мин тогда не было. Ну, ладно. Мина щелкает, и она должна взорваться, если он ногу уберет. Ну, вы представляете себе, что такие мины рассчитаны ну, ну, минимум на килограмм тридцать веса, да, чтобы они сработали. Что делает наш герой? Он снимает сапог, который стоит на мине, да, то есть, он, точнее, ногу из сапога достает, придерживая рукой, заполняет сапог песком, ну, сколько там килограмм, ну, 5-6. Естественно, мина не взрывается, держивая на себе вес, и он благополучно выходит, значит, за пределы этого минного поля, и Оси и Бендер ликуют, наконец, Махно им отдаст жезл. Так, что там, подожди, ты меня спроси, что только хочешь, нет? Я хотел сказать, что это внезапная отсылка к Индиану Джонсу, где он, там, песок. Скажи. На хрен с ним, я уже ничего не хочу. Скажи. Не, не будешь? У меня уже плохо. И вроде как жезл в их руках, но Махно не так просто. Он внезапно выясняет, просто ему приносит костюм Оси, в котором лежит значит, листовка, что разыскивается красный шпион, вот этот самый Оси. Он взял эту листовку, как свою первую афишу, там тоже шутки какие-то определенные. Ну и Бачка решает расстрелять этого Оси, как красного агента. Бендер в это время кричит, ах ты, сволочь, ты меня предал, втерся ко мне в доверие Бачка, и Махно говорит, ну так ты его сейчас и расстреляешь. И мы все в напряжении ждем, что же будет дальше, а в это время внезапно наши Котовский с бандиткой, который вот они, как бы, а бандитка лежит и смотрит, что там происходит у Махновцев, над ней завис в определенной позе Котовский, и который от похоти, ну мы знаем, чем известен Котовский, естественно, своей похоти, значит, заикается еще больше, и он говорит, королева, королева, можно, но Котовский, несмотря на то, что заикается, все-таки он успевает отправить голубя, напоминаю, Южноморск, это, ну, скорее всего, Черное море, голубь часа за два, три, долетает до Москвы и попадает в руки Троцкому, кстати, красные почтовые голуби, они летали, наверное, как современные сверхзвуковые истребители, и доносили информацию, помнишь, мы выяснили, что красные это тормоза по этому фильму, и им нужно было что-то придумать, если белые придумали зомби, то красные придумали вот этих самых реактивных голубей, в общем, Троцкий, узнав, что нужна помощь, отправляет на подмогу, мы потом выясняем, воздушный шар, который прилетает нам напрямую с 21 века, судя по капроновой оболочке. Я чувствую, что это отсылка к компьютерной игре Red Alert с теми самыми невоздушными шарами, как-то они там назывались, Кировы. Возможно, но на минималках, то есть, Джек Воробей на минималках, Red Alert на минималках, ну, хоть что-то. В общем, пока этот воздушный шар летит на помощь, Бендер пытается потянуть время, он пытается осью расстрелять, но, господи, как расстрелять? Значит, выхватывает пистолет, стреляет в осю, мимо, естественно, стреляет, оси падает, причем он стреляет целес в голову. Оси падает куда-то во враг, Махно подходит и, не видя никакой раны, решает проверить, жив оси или нет, наступая на руку. Оси, естественно, орет, и только тогда Махно понимает, что оси живой. Вот как надо проверять, на самом деле. Не раны смотреть, а просто наступать на руку. В общем, кстати, Бендер в это время сдает Котовского и бандитку. Он говорит, а у нас вон снайперы, тебя, батька, сейчас убьют. Вот. На что Махно говорит, а где снайперы? Бендер говорит, а вот, приводит к Махно Котовского, приводит эту бандитку, они выстраиваются вчетвером, их готовится расстреливать, и тут внезапно, вот теперь тут действительно внезапно появляются белые, которые умудрились тяжелые артиллерийские орудия подкатить примерно на 200 или даже 150 метров к лагерю влощения. А как же секреты, разведка, а как же охранять лагерь, там какие-то махновцы? Это же махновцы. Ну да, точно, это же махновцы. Извини, извини. В общем, там еще и пулеметы, естественно, и винтовки, в общем, лагерь начинают косить из всех видов оружия. Пока стреляют из артиллерийских орудий, наши четверо товарищей, которые друг друга, естественно, не товарищи, бегут, и Махно решает тоже принять смерть. Кстати, там тоже шутки Осип перед тем, как его расстрелять, он говорит Махно, не надо меня убивать, я артист, я смешу людей. Ну давай, рассмеши, если кто-нибудь рассмеется, то я тебя отпущу. И Осип рассказывает анекдот вот с такой вот бородой, я вместо этого, вместо шарфа его сейчас перекину, к Ленину приходит некий рабочий в преддверии Октябрьской революции и говорит, революция отменяется, Троцкий уплыл на рыбалку. А что? Мы без Троцкого не проведем революцию, да без Троцкого-то проведем, а без крейсера Аврора нет. Вот именно так махновцы на это все и смотрели. И только один махновец хохотнул, и махной его застрелил. Да, это вот к вопросу о нравах в среде махновцев известных. В общем, когда по ним начинают стрелять, Махно говорит, друзья, наконец-то мы сейчас придем к солнцу, наконец-то мы сейчас красиво встретим смерть. И его махновцы, как какие-то сектанты или как зомби, начинают вот так с поднятыми руками идти навстречу пулям, снарядам, и в это время внезапно Нестор Махно забирает все свои сокровища в сундучок и сбегает. Но это и предполагалось, наверное. Это и предполагалось, да, конечно. Кстати, там еще много таких шуток, типа шуток, например, когда Махно кричит по поводу Котовского, а теперь Лысый. Я сказал Лысый, ну как в свое время Глеб Жеглов кричал, а теперь Горбатый, я сказал Горбатый, там таких много шуток, но это все в такой каше, что вот очень трудно это все зафиксировать, запомнить и так далее, поэтому я вел очень подробный конспект, хоть это и трудом давалось. В общем, когда лагерь Махно расстреливают в стиле фильма «Апокалипсис сегодня», я все думал, когда Белый применит напалм, и Белый офицер скажет «люблю запах горелых махновцев по утрам», но нет, они так глубоко не копали, конечно. В общем, во время этого артналета Ося бежит за жезлом, хватает его, но тут из-за взрыва его оглушают, Бендер его вытаскивает из-под огня, и жезл хватает Котовский и его новая любовь, эта самая бандитка. И внезапно от Троцкого прилетает воздушный шар, который опускается в лощину, прямо под выстрелы белогвардейцев. А кто этим шаром управляет? Им управляет какой-то летчик в кожаном костюме, как авиатор этих лет, по-моему, даже шарфом. В общем, жезлом бандитка и Котовский садятся в гондолу, взлетают, но, естественно, белые по ним начинают палить, превращают шар в решето, шар начинает медленно, но верно снижаться в море. И Котовский с бандиткой решают облегчить собственно вес, начинают сбрасывать. Вначале они мешки с песком сбрасывают, потом, естественно, авиатор летит в море, потом они начинают раздеваться и выбрасывать всю одежду. И под конец в море летит жезл, из-за которого весь сыр-бор. И только тогда бандитка говорит, ну вот, мы не нашли сокровища. А Котовский говорит, нашел. И они скрываются в гондоле. То есть, они там планируют заниматься сексом? Ну, очевидно, я не знаю. Это Котовский. Это Котовский. Может быть, они этим займутся в третьем фильме. Возможно. В это время Ося, который контуженный лежит, отмыкает глазки, видит, что его куда-то тащат и видит того самого белого офицера. Кстати, тоже актер хорошо играет, такого белого, изящного. Ваш папенька погиб, не могу сказать, что мне не жаль, но могу вас обрадовать, и вы скоро с ним встретитесь. Где? На небесах. Вот Винницкий и актер, который играл Винницкого, и актер, который играет белогвардейца. Неплохо играет. Но с другой стороны, зачем тут так париться им? Ну ладно, тем не менее. В общем, наконец, белогвардеец говорит Оси, мы вас расстреляем. Не благодарите. Я думал, что сейчас еще в реверансе будет, но этого не произошло. В общем, Оси ведут на расстрел и подпись. Конец. Конец! Но рядом еще не конец. Обрадовался? Рано, потому что нас ждет третий фильм, и там мелькают кадры из него, где нас ждет золото империи, золотой состав, нас ждет какой-то корабль, нас ждет безруков, который теперь переоделся в женщину, то есть безруков трансвестит. Ну, мы видели безруково типа еврея, типа кавказцы, теперь мы видим безруково типа женщину. И видим еще мы там в кадрах какую-то черную мессу, где какие-то сатанисты кого-то пытаются распилить гильотиной. Так что историзм в геометрической прогрессии продолжает развертываться уже в третьем фильме. Глеб, вот я тебя послушал, это, конечно, все весело, но я размышляю насчет Ильфа и Петрова, мне просто ужасно. Я уже даже не хочу ничего говорить по поводу реальных исторических личностей, то есть это Котовский, Махно, белые офицеры, те же самые, несмотря на то, что там как ты сказал, играет хорошо. Но авторы таких произведений, как «Золотой теленок», «12 стульев», мне страшно, Глеб, реально мне страшно. Ну, понимаешь, зачем все это было сделано? Это можно было вот это все гальматио снимать и про Латинскую Америку, я говорил, и про Юго-Восточную Азию. Хотите там смесь Джека Воробя и Диана Джонса, да про что угодно снимайте. Зачем нужны были исторические личности, и зачем нужны были герои Ильфа Петрова? Я говорил, зачем. Это эксплуатация, потому что у нас герои Ильфа и Петрова, Остабендер, Киса Воробьянинов, Отец Федор, Корейка, Шуробалаганов и так далее, это все вошло в наш культурный код. Не люблю это слово, но тут можно его употребить. И показывая зрителям, что посмотрите, у нас вон этот, 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 а у нас еще исторические деятели, вы смотрите, какой Махно, кстати, его играет деревянка, а фильм «Девять жизней» Нестора Махно был достаточно популярен, то есть он тоже узнаваем, а у нас, смотрите, Миша Япончик, а у нас приходите к нам, но замах-то на большое, а выхлоп мы видим какой. По мне, я же говорю, я не знаю, я пытался рассказать все, что я увидел. Вот тебе как кажется, это бред или не бред? Да это полный бред. Хорошо, это смешно? Я все шутки тебе рассказал. Нет, ну тебя-то слушать было смешно, но я просто даже теряюсь, что ответить на этот вопрос. Нет, это не смешно. Это интересно, может быть, сюжет закрученный какой-то? Да бредовый сюжет, абсолютно. Ну и вот вопрос, а зачем такое снимать? Вам дают деньги, да, вам дают деньги. Мы знаем, что у нас большинство фильмов-то не окупаются, и ладно, на безвозмездной в основе отдают деньги. Ну, Бэткомедиян об этом очень много говорил, на примерах показывал. Ну, неужели вам не хочется остаться в истории? Неужели вам не хочется сделать хороший фильм? И как Фаина Раевская говорила, плюнуть вечность, конечно, хочется, неужели вам хочется не плюнуть, а именно плюнуть, а не сделать хороший шедевр? Ну, просто хороший фильм. Имея для этого все возможности. Деньги там есть, костюмы там есть, массовка там есть, там видно, что деньги есть. Зачем так делать? Притом, повторюсь, Цикало, он, у него был проект Гоголь, я упоминал, что они по структуре очень похожи. Там тоже три фильма и один фильм для телеканала. Тут тоже предполагается три фильма и один фильм для телеканала. И там тоже такое попури по мотивам Гоголя, но там все это, я могу сказать, я посмотрел все фильмы, неплохо сделано. Ну, по крайней мере, бреда нет. А тут-то что? Наверное, все зависело еще от режиссера. Но нас-то что интересует? Кто-то посмотрит этот фильм, да? Кто-то будет говорить о том, что вот гражданскую войну, знаем, Котовский-то был просто сперматоксикозник и Заика. Махно-то был просто человек, который основал секту любителей смерти. Кстати, знаешь, откуда это, мне кажется, взято? Ну, это не только черепа кости на знамени гуляй поля. Это еще и связано с тем, что Феодосий Щусь, про которого мы упоминали, у него приписывается определенное количество стихов, где тема смерти обыгрывается. Ну, какой смерти? Мы за революцию умираем, мы не просто умираем красиво, мы умираем за революцию и врагов убиваем. Тут это так понято. Миша Япончик, это обязательно про него надо сделать передачу про эту личность, но из него сделать какого-то, извините, имбецила с сальными глазками, зачем это, почему это? Я не вижу тут никакого заговора против революции и гражданской войны, и понимания истории. Я вижу просто халтуру. Просто халтуру. И, к сожалению, наши фильмоделы к этой халтуре привыкли. Это такая колея, по которой они едут и снимают, снимают, снимают. Им все равно чего снимать. В итоге, если им охота освоить какие-то средства, снимали бы черный экран. Артхаус. Зачем они лезут в историю? Это вопрос был риторический. И на этом вопросе мы завершаем наш абсурд. А с этой заразой так не получится. Так, где мы? Мы встанем Махно. Погоди, погоди. Подожди, давай, давай, выдерживайся. В общем, он не умер. Этот мертвый Миша скоро женится. Стоп. Это сейчас был бардак. Так в том-то и дело. Давай, я еще пару слов скажу про философию Нестора Ивановича Махно. Давай. Ты про реальную скажи. Ну, нет, давай, вначале про фильм, а потом... Какой кошмар. Я не хочу это писать. Я не хочу. Да ладно, давай вот реально вот так вот все получить Мишу в качестве зятья. Родители Зони... Давай, я скажу. А ведь я хотел вместе с ним пойти посмотреть. Не надо таких взять. Не надо. Не надо.